Цена свободы в 150 тысяч евро. Именно в такую сумму оценил свое согласие на развод гражданин Израиля. Дело в том, что в одностороннем порядке сделать это невозможно. Мужья затягивают процесс десятилетиями. Скрываются за границей, чтобы не платить женам положенные по закону компенсации. И даже оказываются в тюрьме. О трудностях развода по-израильски. Юлия Ольховская. В том, что от любви до ненависти всего один шаг, Иланит убедилась на собственном опыте. Уже через год после свадьбы в ее семье начались скандалы. И женщина в конце концов решила подать на развод. Но с тех пор прошло уже 5 лет, а Иланит все еще официально замужем. Мой муж просто исчез. Я даже не знаю куда. Мне 37 лет. Я не могу начать новые отношения. Не могу родить ребенка, пока не разведусь. Дети, рожденные замужней женщиной, а другого мужчины, ограничены в правах в нашей стране. Институт брака в Израиле находится исключительно в ведении Департамента по делам религии. Консервативное семейное право запрещает незаконно рожденным детям в будущем заключать союз с евреями, что может поставить под угрозу существование всей нации. Поэтому возможность официально оформить разрыв отношений столь важна. Но для многих женщин сам процесс стал настоящим кошмаром. Проблема в том, что в Израиле без письменного согласия обеих сторон суд не может расторгнуть брак. Поскольку по закону мужья при разводе обязаны выплачивать своим женам большие компенсации. Они просто отказываются подписывать документ. Ницан юрист. В ее офисе десятки папок с историями женщин, для которых брак превратился в муку. Некоторые ждут, когда муж захочет развестись уже по 10-15 лет. Одна моя клиентка от отчаяния обратилась в Верховный суд. И там доказала, что ее муж, не желая подписывать документы, причиняет ей невыносимые моральные мучения. Суд приговорил этого мужчину к пяти годам тюремного заключения. Однако ему удалось обжаловать приговор. Теперь он требует от своей жены 150 тысяч евро. Иначе грозится не дать согласия на развод вообще никогда. Перспектива тюремного заключения, по сути, единственный юридический инструмент, с помощью которого несчастные жены, проявив в суде настойчивость, могут надавить на вторую половину, если та тянет с согласием на развод. На сегодняшний день за решеткой находятся шесть мужчин за отказ освободить своих жен от брачных уз. Еще около 80 во избежание такой же участи покинули Израиль. Равина Эльяху Маймона называют охотником за мужьями. Он сотрудничает с детективами, которые ищут беглецов в буквальном смысле по всему свету. У нас есть агенты даже в тех странах, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений. Мы привлекаем Интерпол. Недавно в Бельгии арестовали ученого, который несколько лет отказывается дать согласие на развод. Он же в Европе по фальшивому паспорту. Скоро его должны экстрадировать в Израиль. Казалось бы, всех этих невероятных проблем можно было бы избежать, упростив правила расторжения брака. Но консервативные еврейские раввины против, а в парламенте слишком сильно религиозное лобби. Тем временем все больше молодых израильтян предпочитают оформлять союз в Европе. Ведь тогда и развестись можно также за границей, без лишних проволочек. Отсюда из порта Хайфа еженедельно отправляются так называемые свадебные круизы на Кипр. Примерно за 700 евро в любом из муниципалитетов острова можно зарегистрировать брак буквально за один день. А те, кто хочет сэкономить, устраивают свадьбу дома в Израиле, но без официальной регистрации, как это сделали Хаим и Галя. На дворе 21 век, а у нас в стране до сих пор нет института светских браков. Но мы нашли для себя выход. Было и белое платье, и фотосессия, и торжественный ужин для гостей. Теперь молодожены считают себя семьей, хотя юридически, с точки зрения израильского права, ей и не являются.